Всем привет! С вами Никита Васильев и гид по выходным. Об альтернативах вашему монитору и телевизору прямо сейчас. Поехали! Крещенские морозы позади. На дворе февраль. Самое время готовиться к весне. И речь сейчас идет не о законах природы. Главное, чтобы на душе была весна. А поможет нам в этом творчество. Именно оно есть главная составляющая открытого ежегодного молодежного фестиваля «Северный Арбат. Весна». Сам фестиваль пройдет с 3 февраля по 10 марта, в рамках которого пройдут как сольные выступления в разных направлениях, так и фестивальные концерты, на которых будут показывать свои номера участники, подавшие заявку. Кстати, еще не поздно поучаствовать. Подробнее о подаче заявки можно узнать по телефону 2-15-40 или у администраторов сообщества ВКонтакте «Молодежный социальный центр «Город Апатиты». И вот открытие пройдет 3 февраля в 18 часов, в рамках которого пройдет презентация направления фестиваля и выступят участники и призеры «Северного Арбата» прошлых лет и не только. Ну и, конечно, организаторы ответят на все интересующие вас вопросы. А в воскресенье в рамках фестиваля пройдет первый сольный концерт Влада Захарова, участника местных и областных творческих фестивалей, в том числе и «Северного Арбата». Влад пишет свои песни, которые он испоет во время выступления. Концерт Влада Захарова пройдет 4 февраля в 18 часов. Вход на все мероприятия фестиваля свободный. А если предпочитаешь эстрадный вокал, то приглашаю тебя на сольный концерт солиста группы «Виват» эстрадной вокальной студии «Модус». Событие пройдет 4 февраля в 18 часов в Доме детского творчества имени Ферсмана. Вход свободный. Стоит вспомнить также и памятные даты. 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва, сражение которой стало переломным пунктом в Великой Отечественной войне. «Я в бой иду за русские березы, за Сталинград, за семью» так звучит название праздничного концерта к 75-летию окончания Сталинградской битвы, на которой приглашены все живающие. Мероприятие пройдет во Дворце культуры имени Егорова 3 февраля в 17 часов. Вход свободный. Для новых и постоянных посетителей научно-популярного лектория под эгидой главы города Апатиты в субботу вновь пройдет встреча. Участники и спикер попробуют ответить на главный вопрос. Прав ли президент Дональд Трамп, заявивший о выходе США из Парижского соглашения по климату? Ответить на этот вопрос с научной точки зрения можно будет в субботу, 3 февраля в 16 часов в ДК имени Егорова в кабинете 101. Вход свободный. Воскресенье Апатитский дворец культуры приглашает всех желающих на конкурс по спортивным танцам «Хибинский вальс», в котором примут участие танцевальные дуэты Мурманской области. Кстати, Апатиты и Кировск тоже, так что приходите поддержать наших конкурсантов. Конкурс будет разбит на три этапа. Сначала свои выступления покажут детские пары, затем эстафету перехватят начинающие танцоры группы «Бэби». И, наконец, на паркет выйдут участники более высокого уровня. По результату конкурса определяются сильнейшие пары Мурманской области в каждой номинации. Судейская коллегия представлена судьями Мурманской области. «Хибинский вальс» пройдет во Дворце культуры имени Егорова 4 февраля. Начало в 13 часов. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать в кассах ДК или по телефону 6-29-04. Знакомы ли вам дисциплины драгрейсинг и слалом по линии? Наверняка в голове появились какие-то ассоциации, но я бы просто так не стал задавать такие вопросы. Здесь все будет по-другому, так как эти дисциплины задействованы в муниципальных состязаниях по робототехнике. Вы подумали, что все будет с ЦДТ? Почти. Здесь это клуб «Юный техник». Именно на базе учреждения пройдут самые настоящие гонки роботов. Зрелище, которое, возможно, будет без взрывов и лазеров, это, кстати, не точно, но не менее зрелищным, особенно для болельщиков данных видов состязаний. Для дисциплины драгрейсинг участники-операторы, управляющие роботами, должны сделать автономного робота, который пройдет расстояние за наименьшее время. А вот в соревнованиях с слалом по линии все сложнее. Роботам надо пройти предложенную траекторию, объезжая при этом препятствия. Так что непременно будет на что посмотреть. Гонки роботов пройдут в клубе «Юный техник» по адресу улица Держинского, дом 9А, 3 февраля в 15 часов. Конечно, и на этой неделе Кировский городской дворец культуры приглашает жителей и гостей города. 4 февраля в Малом зале пройдет отчетный концерт народного самодеятельного коллектива хора ветеранов Хибин под названием «По волнам нашей памяти». В исполнении сводного хора солистов и вокальной группы прозвучат известные произведения советских композиторов. Начало в 14 часов. Вход свободный. А в четверг на грядущей неделе предлагаю посетить джаз-холл Кировского городского дворца культуры на очередное собрание видео-джаз-клуба. Тема следующей встречи – несравненный «Алхирт», во время которой участникам расскажут о биографии американского музыканта и познакомят с его произведениями. Видео-джаз-клуб вновь откроет свои двери для всех желающих 7 февраля в 19 часов. Подробнее о мероприятии можно узнать в кассах ДК или по телефону 32 277. Ну и, наконец, о некоторых мероприятиях по области. Начнем с субботы. Любишь рок? Тогда тебе на концерт группы «Знаки». В поездке с детьми? Тогда тебе в Мурманский областной театр «Кукол» на сказку «Морозка». А любишь задачки посложнее? Тогда тебе на молодежный квиз. Игра по типу «Что, где, когда». В воскресенье предлагаю посетить Мурманскую областную филармонию, а именно концерт квинтета из Италии. Подробную информацию о мероприятиях ищите в интернете. Ну а пока у меня все. С вами был Никита Васильев и гид по выходным. Увидимся. Пока-пока.